В приложении TikTok, которое уже можно назвать соцсетью, среди детей и подростков распространяется новый опасный тренд. В западных странах забили тревогу, так как новомодное развлечение, имеющее два названия, Skull Breaker Challenge и Tripping Jump Challenge, приводит к травмам и даже смертельным случаям. Суть Skull Breaker Challenge в том, что двое участников, договорившись заранее, предлагают третьему, который, скорее всего, ни о чем не подозревает, прыгнуть синхронно и ставят его между собой. Однако на счет три прыгает только тот, кто в середине, а двое участников по бокам подсекают ему ноги. Потеряв равновесие, третий участник падает. В лучшем случае это делается на батуте или при наличии за спиной дивана или еще чего-нибудь мягкого. Но, судя по видеороликам, такие шутки подростки устраивают на жестком полу или на улице, на асфальте или плитке. В итоге третьего участника ждет жесткое падение и удар. В СМИ и соцсетях пишут, по крайней мере, об одном смертельном исходе. В Бразилии таким образом погибла 16-летняя девушка. Известны случаи травмирования детей. В основном это сотрясения и ушибы головного мозга, переломы конечностей, травмы спины. Где именно появилась новая фишка ТикТока, доподлинно неизвестно. По одним данным, в Израиле, по другим в США и Латинской Америке. В некоторых странах проблемой озаботились власти. В школах ведут работу с учениками по предотвращению подобных инцидентов. В России пока о случаях травм в результате «Скалбрейкер-челлендж» не сообщается. Почему такие рискованные предприятия имеют популярность у подростков? Объясняет психотерапевт, коуч, руководитель Центра психотехнологии Ольга Добрынина. У подростков есть некая такая тяга к опасности, более чем у других, потому что здесь момент самоутверждения. И плюс еще этот челлендж, он же групповой. Там очень важно стать и быть членом определенной группы, да, там не струсить. Вот то, что самое, то, что называется на слабо. Риск ради риска, да, такая подростковая бравада. И, опять же, это не направлено, скажем так, в мирное русло. Вот это желание подростковая. Ольга Добрынина. Два года назад сеть захватил смертельно опасный флешмоб под названием «Тайдпот-челлендж». Его участники проглатывали капсулы со средством для стиральных машин. Снимали это на видео, а ролики выкладывали в YouTube и соцсетях. В результате было множество случаев отравлений. Еще один флешмоб получил распространение в США. Там дети и подростки соревновались, кто дольше сможет держать руку под струей дезодоранта. Деодант-челлендж получила глазку после того, как 10-летняя девочка получила серьезный химический ожог, и ей потребовалась пересадка кожи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok